Может потому, что этот пляж называется солдатским и несет в себе смысл войны. Каждое лето из года в год здесь идут настоящие бои двух противоборствующих сил. Одна сторона пытается навязать свою волю, другая – отстоять свободу и независимость. Вот и в этом году на войну с тотальным количеством мусора вышли молодые бойцы. Штаб студенческих отрядов, общественный молодежный совет, штаб молодежных дружин и простые добровольцы. Многие приезжают отдыхать сами и когда видят вот такое ужасное состояние пляжа и самим некомфортно, в одного убираться, конечно, сложно. Поэтому пригласили ребят и всеми общими усилиями будем добиваться конечного результата. Попытавшись разобраться с проблемой, мы решили выяснить, кто же все-таки несет ответственность за чистоту и порядок на солдатском пляже. В администрации советского района нам пояснили, что именно этот кусочек дикого пляжа не прикреплен никому. По словам тех же властимущих, близлежащие места взяты в аренду. Соседи, дескать, помогают и участвуют в процессе уборки, но сил и времени не хватает. Сами жители Новосибирска уверены – за порядком должны следить городские и районные власти. Мы вот в прошлый раз приезжали неделю где-то назад, я ужаснулась, что такие просто невероятные дела, можно сказать, творятся. И я как бы вот думала про это. Но прежде всего, я считаю, что это городская власть должна подумать, а кто как не она. Я вообще считаю, что администрация, ведь знаешь, что люди отдыхают, знаешь, что мусор куда-то надо девать. Но могли бы поставить хотя бы контейнеры какие-то, чтобы приходили, выбрасывали мусор. Как бы не все же свиньи, но один оставил и все, и общую кучу начинают валить. Если бы стояли контейнеры хотя бы на побережье и в пятницу или там два раза в неделю приезжал мусоровоз и это все сгружал, то люди бы вот не гадили, а именно в контейнеры бы сколадывали мусор. Чтобы одержать победу, нужно хорошо изучить врага. Но как же быть добровольцем, которые до сих пор не знают? Кто стоит во главе их мусорного противника? Я считаю, что если со стороны властей будет организована хорошая уборка территорий, но еще и люди будут не мусорить, будут беспокоиться. В том числе на нашу акцию очень многие отдыхающие откликнулись и принесли с собой запакованный мусор, тоже его выбрасывали. Я думаю, что на таком стыке власти и общества как раз можно будет избавиться от этой проблемы. Я не понимаю, чей пляж, к кому он относится и что нужно для этого сделать. Потому что мы уберем мы. Насколько я знаю, ребята здесь уже трижды убираем, а результатов не видно. Я считаю, что если каждый из нас не будет равнодушен, главная проблема это равнодушие в нашем обществе, я считаю, не будет равнодушен к проблемам, которые сейчас имеются в данный момент, это мусор на пляже. Каждый придет и скажет, наш пляж станет чище гораздо, и гораздо приятнее самим же будет здесь отдыхать и приезжать, и сюда будет хочется возвращаться. Но сейчас, когда я прихожу сюда с семьей, реально видя свалку, никакого абсолютно желания сюда приходить нет. За героизм и отвагу наградили лучших. Вручили призы, накормили арбузом и, конечно же, фото на память. Победа будет за нами, говорили молодые бойцы и не ошиблись. С Дикого пляжа вывезли три самосвала мусора. Вот только о том, сколько времени продлится Великая мусорная война, непонятно. Пока поле битвы остается бесхозным, а кусочек Дикого пляжа – одинокой сиротой. Будем надеяться, что власти услышат голос народа и для начала установят баки. А каждый отдыхающий найдет в себе силы пройти несколько метров и с гордостью выбросить мусор в специальное место.